Возникает вопрос, чем чревато для странного участника нарушение устава организации, в частности, размещение на своей территории миссии НАТО? Вы знаете, я среди стран-членов УДКБ знаю только одного члена, который говорит о том, что то УДКБ из него выходит, то он выходит из УДКБ, то является участником, то замораживает. Это различная словесная эквилибристика, но мы слышим это только от властей в Ереване. Я просто, если можно, с опорой на право скажу, с опорой на документы. Дело в том, что Армения продолжает оставаться полноправным членом УДКБ, но связанным в его рамках нормативными обязательствами, включая договор о коллективной безопасности 1992 года, устав организации 2002 года и другие документы. Я также хотел бы напомнить, что, среди прочего, устав УДКБ, также подписанный лидерами в 2011 году соответствующий протокол, предусматривает, что государство-члены УДКБ может принять решение о размещении на своей территории группы войск и объектов внешней инфраструктуры третьих стран только после проведения неотложных консультаций или согласования, другими словами, с другими государственными членами объединения. Что касается возможных последствий для государства в случае нарушения обязательств в рамках организации, то они также четко зафиксированы. Речь может пойти о приостановке по решению Совета коллективной безопасности. Участие такого государства в деятельности органов УДКБ может быть и исключение из объединения. Я сейчас говорю о том, что прописано в документах. Спасибо. И последний вопрос.